Приветствую вас и давайте поговорим по поводу того, почему вы боитесь, что мужчина уйдет из семьи. Почему вы так этого опасаетесь? По сути дела, человек, зная вашу слабость, давит на нее. Таким образом манипулирую вами, избегая конфликта или оставляя конфликт выгодной для себя ситуации и так далее. Но по сути это манипуляция. Осознанно или нет, в данном случае не важно, но мужчина вами манипулирует. И отвечая на ваш вопрос, как поступить, ответ достаточно простой. Перестать бояться, найти причину страха и устранить ее. Когда мужчина не будет иметь нормальный власть, ему нечем будет вам угрожать. И тогда по сути дела отношения будут развиваться и строиться именно так, как вам того хочется. Дальше. Вы пишите, что мужчина грозится уйти из семьи. То есть он еще почему-то считает, что это семья нужна в большей степени вам, чем ему. Но ведь семья это работа двух людей. Семья это усилие двоих людей. И если мужчине грозится бросить семью, значит она ему не так дорога. А если она ему дорога, но он все равно грозится ее бросить, то это явно не уважение к семейным ценностям. И возникает вопрос, а нужен ли вам такой мужчина? А соответствует ли он вашим стандартам? Делает ли он вас женщиной, прошу прощения? Делает ли он вас счастливой женщиной? Дает ли он вам все то, что вам нужно? И если нет, то возникает опять-таки вопрос. А зачем вы с ним живете? Почему мы создали с ним семью? С какого момента? Ведь не сначала же он начал так себя вести. С какого момента начались его угрозы? И что поспособствовало началу этим угрозам? Может быть имеет место некий конфликт между вами? Изначальный один, который и сподвиг мужчину так себя вести. И может быть для решения проблемы надо решить именно тот изначальный конфликт, который произошел между вами, чтобы все прояснить, все выяснить и перестать вести себя деструктивно по отношению друг к другу. Если же никакого конфликта не было и мужчина просто, но с того не всего начал так себя вести, значит его чувства к вам и к семье в целом ушли. А уважение и понимание, желание что-то делать для семьи, как таковой, не пришло. В результате этого, по сути, началось эксплуатирование семейных ценностей и семьи как институт. То есть мужчина считает, что вы без него не пришли. Мужина считает, что вы полностью от него зависите. И настолько у него развито самомнение в данном случае, что он откровенно полагает, что вы никак его не отпустите и всеми силами будете терпеть абсолютно все, что он будет делать ради того, чтобы его удержать в семье. Он считает, что вы его, если вы принадлежите ему, то вы никуда не денетесь. Вот от этого необходимо избавляться. Даже мужчине понять, что нет, вы не будете его терпеть. Если что, вы его выгнете, если что, вы готовы без него жить. Если что, вы не будете и не являетесь его собственностью. Вы являетесь собственной личностью, у которой есть свои интересы, свои ценности, свои желания. И если мужчина этого ничего не удовлетворяет, этого не замечает, то вы найдете обязательно того, кто это сделает. И мужчина, мужчина, увидев такую вашу решительность, уже не будет уверен в том, что вы принадлежите ему и никуда не денетесь. И это послушает началом изменения ваших отношений. В какую сторону? Либо мужчина действительно уйдет от вас, не признав такую вашу самостоятельность, либо начнет за вами ухаживать, начнет смягчать свое поведение, чтобы уже вас удержать. На самом деле, других путей решения данной проблемы просто нет, потому что до тех пор, пока вы будете позиционировать себя как жертва, мужчина будет позиционировать себя как тиран, и ситуация не изменится. Вам необходимо выйти из этого образа жертвы и взять в руки свою жизнь, и понять, что только вы хрекай ее, а не кто-то другой. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, сделайте его лучше. Пожалуйста, буду вам очень благодарен. Пока желаю вам всего доброго и удачи!